Новости региона на телеканале ПС. Студия Артемий Заварзин. Добрый день. Судьба городского водоканала вновь складывается не лучшим образом. Этой ночью Соломбола и Маймакса остались без воды. А сегодня утром стало известно. Городообразующее предприятие осталось без директора. Трудовые отношения с Ударным Смеловым расторгнуты. Поводом послужила прокурорская проверка. Ее ведомство провело после того, как появилась информация о связях Смелова с бизнес-структурами в нескольких регионах России. А согласно закону, директор муниципального предприятия не может быть учредителем юридического лица. Потому прокуратурой и главе Архангельска было вынесено соответствующее представление, по результатам которого трудовой договор со Смеловым был расторгнут. Кто теперь возглавит городской водоканал, пока не ясно. Сегодня в Архангельске начинается сдача государственных экзаменов. Девятиклассники будут проходить итоговую аттестацию с 26 мая по 29 июня, а выпускники 11 классов приступят к ЕГЭ 29 мая. Условия усложняются. В этом году для получения аттестата в 9 классе нужно успешно сдать 4 экзамена. В 2016 нужно было сдать всего 2. Главное нововведение для экзаменов в 11 классе – уменьшение числа пунктов сдачи ЕГЭ. Впервые все работы будут сканироваться прямо в пунктах приема экзамена. В Архангельске в госаттестации примет участие свыше 3000 учащихся 9 классов и 1692 выпускника 11 классов. К другим темам. На Соловках горело здание аэропорта. Возгорание потушили за 15 минут. На месте работал один пожарный расчет. Пострадавших нет. Повреждена внешняя обшивка на 15 квадратных метрах. Возможная причина пожара – искра, занесенная ветром из трубы печного отопления. Ущерб и официальная причина возгорания устанавливаются. Два часа назад в Архангельске началась ежегодная конференция малого и среднего бизнеса. На ней работает и моя коллега Олеся Кокина. Олеся, добрый день. Вам слово. Здравствуйте, Артемий. В эти минуты за дверью актового зала библиотеки САФУ идет панельная дискуссия 19-й конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области. Сегодня здесь собрались более 700 представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас они активно обсуждают различные актуальные вопросы с представителями исполнительной и законодательной власти региона. Стоит отметить, что дискуссия проходит в выживленном режиме. Весьма эмоционально обсуждаются вопросы, к примеру, электронного кассового оборудования, которое должно заработать в ближайшие дни на всей территории Российской Федерации. Спасибо, коллега. Олеся Кокина продолжает работу на конференции малого и среднего бизнеса. Репортаж об этом в 16 часов на канале ПС. А мы продолжаем. В Котласе на один подпольный горный клуб стало меньше. Заведение располагалось на улице Маяковского, 26. Сотрудники полиции провели спецоперацию рано утром. Как правило, в такие клубы пускают только своих. Поэтому сначала на стук полицейских никто не отреагировал. Дверь открылась только после угрозы применения специнструмента. Информация о том, что в здании располагается и горный клуб, подтвердилась. В ходе мероприятий было изъято 16 комплектов игрового оборудования. То есть это монитор, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь. Проводится следственное действие. Хозяин заведения вел себя агрессивно. На его взгляд, закон никто не нарушал. Люди просто играли в компьютерные игры. Данное заведение в Котласе весьма популярное. Во время спецоперации в клуб не раз заглядывали любители азартных игр. Все, кто находился в помещении в тот момент, были доставлены в полицию для дачи показаний. В 2016 году Архангельс присоединился к Всероссийскому военно-патриотическому обществу Юнармия. И за один год в это движение влились более 500 школьников по море. Накануне на базе одной из воинских частей юнормейские отряды Архангельской области приняли участие в своем первом параде. Рассказывает Михаил Меньшинин. Это и парад, и небольшое соревнование. В торжественном мероприятии, приуроченном к 75-летию со дня создания Соловецкой школы ЮНГ, приняли участие 8 команд из разных регионов области. Юнормейцы сразились в двух номинациях. Прохождение торжественным маршем и с песней. Все ребята максимально собраны, ведь для них это первый парад. Идея парада вообще возникла в 2013 году. Ее проводил военно-патриотический клуб «Орден». В 2016 году на базе военно-патриотического клуба «Ордена» создано оригинальное отделение сердцевого движения Юнармия. То есть мероприятие не стихийное, оно пришло из поколения в поколение с 2013 года. Ученица 7 класса и командир юнормейского отряда клуба «Орден» Полина Лукина вместе с товарищами присоединилась к Юнармии в феврале этого года. Раньше она нигде не занималась строевой подготовкой, а сейчас уже уверенно демонстрирует строевую выправку, которой могли бы позавидовать даже некоторые военные. Однако, по словам Полины, главное – это не индивидуальное мастерство, а командная работа. Основная сложность заключалась в том, чтобы идти в ритм музыки всей колонной, и также, чтобы ребята не загоняли шаг. А в целом все у нас хорошо получалось, и мы быстро усваивали все, что нам давали. В итоге команда клуба «Орден» заняла второе место в обеих номинациях. Лучше всех торжественным маршем прошли ребята из 13-й Северодвинской школы. А в проходке с песней победу праздновали ученики 4-го класса Архангельской школы номер 10. Хотя это именно тот случай, когда главное не победа, а участие. А самое главное – ребята, вот глядя на них, понимая, что они гордятся тем, что они вступили в это всероссийское общество. Они среди тех, кто считает, что знать историю, географию своей страны – это нужно и почетно. Подготовку ребят высоко оценили и профессиональные военные. Хотя, по мнению офицеров, юноармейцам еще есть над чем работать. Подготовка довольно-таки высокая. Естественно, есть недочеты, скажем так. Все-таки возраст участников. Ну и, похоже, все-таки строевой подготовкой они начали заниматься. Многие начали заниматься только недавно. Такой аппарат юноармейцев станет традиционным. В следующем году на него планируют привлечь уже около 20 команд из разных регионов Архангельской области. А в качестве места проведения всерьез рассматривают площадь профсоюзов. Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. В Архангельске полным ходом идет комплектование детских садов на будущий учебный год. На сегодняшний день дошкольные учреждения уже устроены почти 4,5 тысячи детей. Еще несколько сотен малышей будут определены в детсады до конца лета. Несмотря на увеличение количества мест, очередь все еще сохраняется. Особенно сложная ситуация в округе Майская горка и в Соломболе. Там некоторым родителям приходится возить ребенка в дошкольные учреждения соседнего района. В соответствии с нашим порядком комплектование проходит детей с полутора лет. То есть рассматриваются заявления при наличии свободных мест. По практике сложилось так, что в городе Архангельские дети попадают в дошкольные образовательные учреждения к 3 годам ближе. Чтобы ребенок попал в детский сад до 3 лет, в департаменте образования рекомендуют подать заявление сразу после рождения малыша. Сделать это можно в офисе департамента на Троицком, 64. Родитель может по ходу движения на работу поставить ребенка на очередь в тот детский сад, который, например, рядом с местом работы. Может случиться так, что желаемых в детсадах мест не окажется, тогда ребенка определят дошкольное учреждение, которое будет ближе к тем, что в заявлении указали родители. Наведи порядок в своем дворе и получи приз. Акцию «Выходи в свой двор убрать» решила провести администрация города. Она состоится 27 мая во время общегородского субботника. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно сделать снимки своего двора до, во время и после субботника, а также краткую сопроводительную записку к ним. Оцениваться будет результат уборки по принципу «было-стало» и по количеству участников. Победители получат призы. Подробности на сайте администрации города. Для новой библиотеки Плесецка северяне собрали уже 4,5 тысячи книг. Полностью сформирован фонд художественной литературы, но до сих пор необходимы детские книги и специализированные издания. Напомним, пункт сбора литературы к помощи сгоревшей библиотеки в Плесецке располагается в Добролюбовке. Необходимы книги по философии, психологии, педагогике, менеджменту и истории. Практически нет книг по литературоведению и искусству. Сотрудники Добролюбовки начали работу по восстановлению электронного каталога Плесецкой библиотеки. Уже подготовлено 500 записей. Сейчас решается вопрос о передаче библиотеки нового здания. С новостями региона мы продолжим знакомить вас в 16 часов на канале ПС. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова